На самом деле, тот законопроект, который был принят еще прошлым составом парламента, это был чисто карательный законопроект, направленный на уничтожение русского языка. И мы сразу же сказали, что мы обратились в Конституционный суд после его принятия, поскольку считаем, что он нарушал права наших людей, которые имеют право говорить согласно 10-й стадии Конституции на том языке, к которому мы не привыкли. И вот то, что Венецианская комиссия дала убийственные выводы по этому закону, в частности того, что он унижает права людей, это еще раз подтверждает, что агрессивная националистическая часть парламента, которая протащила этот закон, она действовала во вред нашей стране. И вот такие действия как раз уничтожают имидж нашей страны как цивилизованной державы. Поэтому мы довольны этими выводами. Мы направили два законопроекта, еще не зная даже о выводах Венецианской комиссии, по устранению вот этих дискриминационных мер по отношению к русскому языку. И считаем, что они будут приняты, поскольку уже все европейское сообщество понимает, что были сделаны ошибки. Волна противостояния была вызвана, когда этот закон тащили силой через парламент. Вот тогда была волна противостояния, потому что люди не понимали, люди, которые привыкли говорить на русском языке, на венгерском, на румынском, почему им запрещают, почему нарушаются их права. Потому что это было прямое нарушение прав нацменьшинств, когда без их ведома им запрещают говорить на том языке, к которому они привыкли. Я считаю, что это надо немедленно, быстро исправлять, и мы это будем делать. И думаю, что то, что в Венецианской комиссии, вот 9 замечаний, которые мы увидели, они все, ну они практически все, они жизненные, они полностью корреспондируются с нашей позицией. Я думаю, что этого не произойдет, потому что сегодня ситуация изменилась, меньше стало национализма, меньше стало агрессии, и я думаю, что в интересах всего общества, для того, чтобы стабильность и спокойствие получила страна, вот устранить вот эти раздражительные факторы.